Этот материал – продолжение двух, которые выходили на нашем Щелковском телевидении в прошлом месяце и в этом. Мы в них беседовали с начальником Щелковского управления социальной защиты населения Жанной Альбертовной Пеняевой о льготных категориях жителей и об оплате ими коммуналки. Она рассказала о действующих в Московской области компенсациях расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, которые выплачиваются инвалидам, ветеранам труда и ветеранам военной службы. Теперь же наш разговор касается многодетных семей. Многодетная семья – это где есть трое и более детей до 18 лет. Ребенок может быть и до 23 лет, но если он обучается по очной форме обучения либо в высшем учебном заведении, либо в учебном заведении среднего образования, ну и есть такие, которые еще заканчивают школу. Социальная поддержка многодетных семей по коммунальным услугам предоставляется в соответствии со статьей 15 регионального закона о мерах социальной поддержки семей и детей в Московской области от 12 января 2006 года. В этом документе прописано обязательное условие, при соблюдении которого членам многодетных семей выплачиваются компенсации по коммунальным платежам. Чтобы получить данную меру соцподдержки, семья должна быть зарегистрирована на территории Московской области. Надо иметь в виду, что многодетным семьям квартплата не компенсируется. У многодетных семей льготы за квартплату и содержание жилого помещения нет. У многодетных семей есть льгота только за коммунальные услуги. То есть это у нас электричество, газ, отопление, водоснабжение, водоотведение. То есть все коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов от начисленной суммы гражданам предоставляется льгота в размере 50%. Таким образом получается, что если многодетная семья, к примеру, заплатила за электричество 3000 рублей, то она получит 1500 в виде компенсации, также в отношении других коммунальных услуг. И еще есть вопрос, который часто задают. А как быть, если отец и, допустим, один ребенок прописаны у нас в области по одному адресу, а мать и другие дети по другому? Как и куда начислят компенсации? Жанна Альбертовна объяснила, что компенсации предоставляются по всем тем адресам, где прописаны дети и родители. Да, зачастую мамы и папы могут быть прописаны по разным адресам, так же, как и дети. Часть детей может быть прописана с мамой, часть детей с папой. Поэтому мера соцподдержки предоставляется членам многодетной семьи по тем адресам, по которым они прописаны. Когда рождается третий ребенок, родители получают удостоверение многодетной семьи. После того, как семья получает удостоверение многодетной, в соответствии с данным, правоустанавливающим документом, назначаются и меры соцподдержки. Сейчас удостоверение выдается единое на семью. Это удостоверение оформляется в МФЦ. Именно оно дает право многодетной семье получать компенсации на коммунальные платежи. Но эти компенсации тоже надо оформить. Сейчас COVID-19 поставил органы соцподдержки перед необходимостью перевести оформление льгот в электронный вид. Теперь все документы можно подать через портал госуслуг. После нужно с подлинниками своих документов записаться в МФЦ на сверку отправленных электронных копий. Тут уж придется приехать в МФЦ самому или попросить это сделать кого-то из своих близких, оформив на него доверенность. Я думаю, что это счастье иметь трех и более детей. Если этой семье, скажем так, дано воспитывать, достойно воспитывать трех и более детей, то это замечательно. Государство на сегодняшний день предоставляет большое количество мер социальной поддержки для многодетных семей. Ну и, конечно же, одна из мер социальной поддержки – это компенсация за коммунальные услуги. Жанна Альбертовна сообщила, что подать заявку на оформление льгот помогут и сотрудники Щелковского окружного управления социальной защиты. Единственное, она попросила нас напомнить жителям, что пока что из-за пандемии коронавируса все консультации ведутся по предварительной записи. Заявку с просьбой о встрече со специалистом можно оставить на сайте управления. Ну а режим работы самого управления социальной защиты строится по графику с понедельника по субботу с 8 до 20.00 без перерыва на обед.